Митрополит Палладий, епископ Православной Российской Церкви, 18 октября 1892 года вплоть до кончины, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, первенствующий член Святейшего Синода, биография, родился в семье священника села Пешила Нижегородской епархии, учился в Нижегородском духовном училище и Нижегородской духовной семинарии. В 1852 году году окончил Казанскую духовную академию со степенью магистра богословия и определен учителем логики и психологии в Нижегородскую духовную семинарию и преподавателем татарского языка. 15 августа 1856 года рукоположен в освященника Книжегородской Покровской церкви. В 1860 году овдовею, оставшись с детьми, 15 января 1861 года принял монашеский постриг с именем Паладий в честь преподобного Паладия. Пустынник Антиохийского 18 февраля 1862 года возведен в Сан-Архимандрита. С 28 августа 1863 года инспектор Санкт-Петербургской духовной семинарии. С 2 декабря 1864 года ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии. 18 декабря 1866 года митрополитом Санкт-Петербургским Исидором в соборе Александра Невской Лавры и Хирота Ниссан воепископа Ладожского. Первая векария Санкт-Петербургской епархии. С 15 июля 1869 года епископ Вологодский и Устюжский. Желаю видеть колокольню собора наиболее величественной и высокой в епархии. В Володе по его указанию была выстроена новая колокольня Софийского собора на месте колокольни середины 17 века. С 13 июня 1873 года. Епископ Тамбовский и Шацкий. С 9 сентября 1876 года епископ Рязанский и Зарайский. 12 апреля 1881 года был возведен в сан архиепископа. С 21 августа 1882 года архиепископ Казанский и Свияжский. В 1886 году основал царево-кокшайский богородично-сергиевский женский черемиский монастык. С 29 сентября 1887 года архиепископ Карталинский Кахетинский икзар Грузии в 1888 году пожалован бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. Высочайшим рескриптом 18 октября 1892 года назначен на кафедру царствующего града С. Петербурга. С возведением в Санкт-Метрополита и в звании первенствующего члена Святейшего Синода прибыл в Санкт-Петербург 19 ноября того же года. Любитель торжественных обстановочных богослужений с большим числом сослужащих при пышной обстановке, суетливость, беготня, разговоры. 14 мая 1896 года в день священного коронования императора Николая II императрицы Александры Феодоровны, совершение которого в Успенском соборе Московского Кремля он возглавил. Высочайшим рескриптом пожалован бриллиантовым крестом для ношения на Митрии Московский Сергий, распорядился значительно расширить трапезну Александра Невской лавры. После перестройки она превратилась в просторной двусветной за усокнами в два яруса, оформленной дворцовой роскошью. 23 марта 1897 года осветил в ней церковь Покрова и Преп. Палладия, располагавшуюся на хорах восточной части трапезной, заболев в конце 1898 года, благословил совершить над собою таинство или освящение и причастивившись святых тайн. 5 декабря в 2 часа 40 минут утра, тихо и мирно скончался за упокойное богослужение возглавлял архиепископ Финляндский Антоний, был похоронен в Исидоровской церкви Александра Невской лавры. Поминальный обед был дан в лаврской трапезной от вторых сыновей покойного. Один из его сыновей, Николай Раев, впоследствии стал последним обер-прокурором Святейшего Синода Царского Времени. В 1932 году его останки были перенесены на братское кладбище лавры, труды, признаки истинности православного христианства и лживости мухаммеденства, миссион, сборник, Казань, 1876, слова и речи, Рязань, 1880, речь при вступлении в управление Казанской паствою, прав, сабис, 1882, ноябрь, от 191 до 195, с, от 196 до 204, Речного поставленному иноку Александру Ватковскому, постриженному с именем Антония, прав, сабис, 1883, март, с, от 304 до 306, слова в день Благовещения Пресвятой Богородицы, прав, сабис, 1883, с, от 1 до 8, слова в день Святителей и Чудотворцев Казанских Гурия, Варсонофия и Германа, прав, сабис, 1883, октябрь, с, от 1 до 8, слова в неделю Святых Пратец. Прав, сабис, 1883, декабрь, с, от 1 до 6, речь перед дворянскими выборами 16 января 1884 года, прав, сабис, 1884, январь, с, от 1 до 4, слова в день Сретения Господня, прав, сабис, 1884, февраль, с, от 1 до 8, слова в день Тысячелетия со Дни Блажен, кончина СВ, равноапостольного Мефодия, прав, сабис, 1884, 1885, апрель, с, от 337 до 343, слово по случаю Столетнего Юбилея со Дня Пожалования Дворянской Грамоты, прав, сабис, 1885, май, с, от 1 до 3, слова в день Явления Казанской Иконы Божьей Матери, прав, сабис, 1885, июль, с, 1, речь, произнесенная в Казанском Соборе 23 июня 1887 года, прав, сабис, 1887, Июль, с, от 251 до 252, речь по возвращении после присутствования в Свящ-Синоде, произнесенная 14 июня 1887 года, прав, сабис, 1887, июль, с, от 249 до 250, из поучений Высокоприоз, Фалладия, Метрополита СПБ и Ладожского, Народная Академия, КН, одна из ТСГ Ронкевича, СПБ, 1895, Доброе Слово, Церк, Вестем, 1895, номер 47, с, 1503, Приветвенная речь в Тифлисе, Прип, ЦВ, 1888, номер 41, с, 1123,